Владимир, а вот если говорить о повышении именно расходов на оборонку, и вы говорите, что им вообще нужно приблизительно 20 триллионов, то могут ли они вносить изменения в бюджет? Если да, то откуда они еще возьмут деньги? В каких сферах будут ужиматься? Ну, они изменения, конечно, могут вносить всегда. Они, как правило, их и вносят. Скажем, вот они летом этого года внесли поправки в бюджет, утвержденный примерно год назад, где, скажем, дефицит увеличили на треть, но в итоге оказалось, что и этого им не хватает. То есть это такая все время двигающаяся цель и мишень для них. Где они могут взять деньги? Вот это большой вопрос. То есть у них сегодня осталось денег в ликвидной, так называемой, части Фонда национального благосостояния меньше 5 триллионов рублей. То есть это где-то там, условно, 35-40% годового военного бюджета. То есть не так много всего хватит на, допустим, 4 месяца военных расходов. Я думаю, что они значительную часть потратят к 1 января. Они обычно в конце декабря это делают, когда закрывают образовавшийся по году бюджетный дефицит. Таким образом, они в следующий год войдут с еще меньшими резервами. Это вот практически гарантировано уже. Тем более, что сейчас министр финансов Силуанов говорит, что они оставшиеся резервы не сильно хотят тратить и скорее будут беречь их на совсем черный день, вот как это с резервами было изначально и задумано. Следующий момент. Они, конечно, могут занимать деньги на рынке. Но здесь есть одно существенное но. Во-первых, внешние финансовые рынки для них недоступны из-за санкций и международной изоляции. Они могут занимать только на внутреннем, через вот эти государственные облигации ОФЗ. Но из-за плохой экономической ситуации, высокой инфляции, высокой ставки Центробанка, доходность по этим ОФЗ, она зашкаливающая. То есть, она вот сейчас приблизилась к 17% по 10-летнему ОФЗ. И это ведет к резкому росту расходов на обслуживание госдолга. Вот это видно тоже в проекте федерального бюджета, что они растут с полутора до трех с половиной триллионов за два года. И что, скажем, если вот в прошлом году доля расходов на обслуживание госдолга была меньше 5% от всего бюджета и всех расходов, то в следующем году и в 26-м это будет уже ближе к 8. Очень резкий рост вот этих трат. То есть, это несколько триллионов на выплату вот этих процентов. И мы видим, что Минфин не выполняет в этом году план по заимствованию, потому что не хочет занимать слишком дорого, а рынок дешево платить за российский госдолг не желает. Считает правительство в долгосрочном плане не способным обслужить свои долги. Поэтому вот этот рост доходности. Доходности у российских гособлигаций такие, в общем-то, дефолтные. То есть, это соответствует странам с высоким риском дефолта. Дальше они могут повышать налоги. Они вот, собственно, это и делают в следующем году. Но это все равно, что резать курицу, которая несет золотые яйца, потому что у компании небезграничная прибыль. Если они отдадут несколько триллионов рублей в виде налогов, значит, у них меньше будет денег на инвестиции. Они из воздуха не возьмутся. Значит, это продолжится довольно резкое замедление экономической активности и роста экономики. Мы это замедление уже сейчас физически видим в статистике. То есть, у них и нет хорошего выбора. Они какие-то деньги из экономики могут изъять, но это приведет к замедлению роста и к тому, что у них те же самые общие налоговые сборы уменьшатся. То есть, это, в принципе, такие сообщающиеся сосуды. Поэтому еще какое-то время Путин подергается. Вот он пытается свести концы с концами. Мы вот эти вот такие усиленные попытки в этом проекте нового бюджета видим. Но ему это все сложнее становится делать. И вот то исчерпание ресурсов, о котором мы говорили не раз, прямо вот в этом финансовом документе очень сильно видно, что непонятно, где брать деньги. Налоги уже как бы и так оповышались. Занимать на рынке деньги стоит дорого. Они фактически выбрали сокращать расходы, довольно резко уменьшить темпы роста расходов до всего лишь 5%. Поэтому я уверен, что им это не удастся выдержать. Но видно, что их основной, в общем-то, ход не в том, чтобы где-то искать деньги, а в том, чтобы меньше тратить. Вот посмотрим в следующем году, как у них это получится. Я думаю, что скорее нет, чем да. Аналитики Института изучения войны говорят о том, что эти рекордные расходы, они могут помешать стабильности режима Путина. А вот вы с этим согласны? Да, конечно, потому что вот даже российский Центробанк официально говорит, что это вот гонка бюджетных расходов. Ну, они такие осторожные выражения используют. Они не говорят прямо, что вброс денег на финансирование войны ведет к инфляции. Они это называют мягеньким таким термином бюджетный импульс. У нас вообще в России сейчас так сильно распространен такой изопов язык, где прямо нельзя называть вещи своими именами. Но, в общем, все понятно, что имелось на самом деле в виду. И Центробанк прямо говорит, что бюджетный импульс – это очень сильный фактор, который не только влияет на инфляцию определяющим образом, но и он еще не чувствителен к их денежной политике и высокой ставке. То есть как ее не задирай, а проблема вброса денег в военную экономику, которая разгоняет инфляцию, она вот как бы никуда не денется, и эта от ставки не зависит. Поэтому, да, конечно, то есть это здесь вот действительно есть огромная проблема. Еще вторая проблема, что этот вброс денег в войну и в военную промышленность, он не сопровождается адекватным ростом производства, потому что, во-первых, огромный дефицит трудовых ресурсов, из-за войны и мобилизации работать некому. Во-вторых, из-за санкций и международной изоляции Россия не получает нужное ей оборудование и технологии, то есть не может строить новые производственные линии. Вот это вот то, что Центробанк описывает, что основная проблема, которая вызывает высокую инфляцию и жесткую денежную политику, высокие ставки – это разрыв между спросом, то есть деньги в экономику вкачивают и предложением, то есть производство не успевает, потому что дефицит труда, потому что дефицит оборудования из-за санкций и так далее. Поэтому здесь вот такой парадокс, что они продолжают эти деньги вбрасывать в военку, но на пользу им они не идут, они только разгоняют инфляцию. Так что действительно это верная оценка, это признают даже официальные российские лица сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова